Доброе утро, Формула права в эфире, с вами я, Анастасия Брайчева. Наталья уже представила тему, которая у нас будет сегодня. Обсуждаем мы сегодня жилищные споры. Сразу скажу, что гостем студии сегодня является Александр Арутюнов, адвокат Московской городской коллегии адвокатов Арутюнов и партнёры, доктор юридических наук. Александр, утро доброе. Доброе. Хотя уже, в общем, 11 часов, для кого-то это утро, для кого-то это уже, наверное, глубокий рабочий день. Почему мы выбрали такую тему? Потому что, действительно, в преддверии Нового года уже, наверное, хочется, хотя многие, я в том числе, я думаю, мои коллеги и многие люди совершенно не связаны с правовой областью работы, тем не менее находятся в определённом смысле слова в зоопарке, потому что очень много вопросов, дел хочется закончить до Нового года, хочется войти в Новый год уже в каком-то более спокойном состоянии, провести праздники. И мы выбрали, с одной стороны, более спокойную тему, но, с другой стороны, конечно, это, в общем, и не совсем так, жилищные споры, потому что вопросы, связанные с жильём, это вопросы, которые так или иначе волнуют каждого человека, волнуют человека любого достатка абсолютно, любого социального положения. И вот сегодня мы будем рассматривать те вопросы, которые, во-первых, нам задают по нашей профессиональной деятельности, естественно, те вопросы, которые могут задать нам в прямой эфир наши слушатели, я сразу скажу, телефон прямого эфира 65 10 99 и 6, код Москвы 495, можно позвонить, можно задать вопрос, можно какой-то комментарий свой оставить, просто пообщаться с нами на тему программы сегодня. Также можно написать на сайт финам.фм, звоните, пишите, ну а мы обсуждаем жилищные споры. И вот, Александр, у меня вопрос к вам. Жилищные споры какие, из какого, из какой области, скажем так, наиболее часто вот у вас бывают, у вас, у ваших коллег, с которыми вы сталкиваетесь в процессе своей работы? О чём спорят люди в основном? Вы знаете, все вопросы, как правило, как правило, связаны, во всяком случае, в моей практике, с куплей-продажей, конечно. То есть с правом собственности, так или иначе. То, что Наталья в предыдущей программе как раз озвучивала, да, один из таких моментов. Да, а это, как вы понимаете, область гражданского права. Ведь фактически жилое... Бывает и уголовного, извините, что перебило, но сразу промошенничество в голове. Но вообще, в целом, вот жилое помещение является объектом жилищных прав и точно так же объектом гражданских прав. Вот вопросы купли-продажи, недвижимости, наверное, самые такие распространённые, во всяком случае, в практике моей. Я бы, честно говоря, даже, может быть, пошире поставила этот вопрос. Вопросы, связанные с правом собственности, потому что, ну, есть тут и вопросы наследования, в том числе, есть вопросы иных сделок, которые, кстати, тоже хотелось сегодня затронуть. Это часто задаваемый такой вопрос. Рента, дарение, купли-продажи. Очень часто спрашивают, вот, хочу перевести на кого-то из родственников, допустим, квартиры. Как мне это сделать? И люди ждут какой-то универсальный ответ, давно выработанный среди юристов годами. Ну, конечно же, вот так. А на самом деле его нет, этого ответа. Нужно ситуацию смотреть, да? Конечно, обязательно. То есть, ну, всё-таки вопрос, вопрос, связанный с собственностью, и я хочу нашим слушателям тоже озвучить такой момент. Дело в том, что, конечно, юристы и адвокаты, в том числе, чаще всего сталкиваются с этими вопросами, и это неправильно. На стадии, когда существует или предполагается, или уже назрел некий судебный спор. По-хорошему, все эти вопросы нужно задолго до того, как судебный спор назрел, решать и, может быть, предугадывать в какой-то точке зрения, корректировать, если это возможно, на той стадии, когда, в принципе, идёт речь о том, чтобы создавать какие-то права отношений, заключать сделки. Ну, а для людей, например, раз мы коснулись темы завещания, допустим, определиться с содержанием завещания, или с тем, писать его вообще или не писать. А, может быть, переписать в каких-то ситуациях нужно завещание, потому что у нас раньше действовал один закон гражданский в отношении наследственного права, потом введён другой, и он поменял массу всего. Люди сталкиваются с тем, что по старым завещаниям применяется старый закон, а иногда это совсем, может быть, и не то, что люди бы хотели, просто никогда не думали о том, чтобы переписать завещание. Вот скажите, пожалуйста, Александр, а, допустим, оспаривание сделок, признание сделок недействительными, с чем чаще всего приходилось вам сталкиваться в вашей работе? По каким основаниям люди пытаются эти сделки оспорить и, соответственно, насколько успешно? Вы знаете, бывает, конечно, по-разному, но во всяком случае я хотел бы сказать, что вы совершенно правы в том смысле, что люди, как правило, приходят к юристам и к адвокатам, когда уже, если можно так выразиться, поезд ушёл. Вот всё, уже есть судебное дело, уже предъявлен иск, человек понимает, что ему это грозит какими-то неприятностями, в том числе материальными, самое главное, и тогда он бежит к адвокату или к юристу. У нас, к сожалению, нет такой практики, чтобы сначала прийти к адвокату или к юристу, проконсультироваться, а потом уже заключать сделку. Вот когда сделка оспаривается, тогда уже приходят к адвокату. Но в то же время ситуация, насколько я понимаю, меняется потихонечку, но меняется. Как правило, сейчас, если люди хотят приобрести какую-то крупную недвижимость, крупную недвижимость, дорогостоящую... Но жильё крупное, собственно, любая, наверное. Да, в Москве, в всяком случае, любая. Да нет, ну на самом деле тут зависит от обеспеченности, но тем не менее жильё, извиняюсь, перебила, но оно имеет важность не только финансовую, да, но в том числе и личную, потому что она для чего? Для жилья. Да, человек может на улице остаться просто-напросто. Поэтому, конечно, ситуация меняется, и люди потихонечку начинают понимать, что нужно прежде идти к адвокату и проконсультироваться, а может даже с собой всегда, если можно так выразиться, водить адвоката, чтобы он присутствовал при всех сделках, во всём процессе участвовал. Бывает и так, но, как правило, вот, к сожалению, когда уже поезд ушёл, повторяю ещё раз, тогда только обращаются к адвокату. Что происходит у нас вот со сделками, каким образом они оспариваются? Ну, поводов и вариантов может быть великое множество. Допустим, продаётся квартира, а потом оказывается, что, вот я слышал анонс передачи, что, в общем-то, там был человек, который исчез 17 лет назад, и вроде бы была какая-то справка, человека признали безвестно отсутствующим или умершим, а потом вдруг он появился. Вот вам, пожалуйста, ситуация, когда она требует судебного разрешения какого-то. И такое бывает и очень часто. Вы знаете, вот в практике мы немножко действительно расширяем тему. Очень часто, очень часто завещания оспариваются, особенно если это происходит в Москве, и если это связано с недвижимостью. Ну, понятно, что речь идёт там о сотнях тысяч долларов, и если любая квартира в Москве, и если было дано завещание, то потом появляются родственники, которые говорят... То всем путями хотел сказать, что оно незаконно. Которые говорят, нет, это завещание не действительно, оспаривают это завещание в суде, назначают... Человека уже нет. Как вы понимаете, назначаются уже посмертные судебные психолого-психиатрические экспертизы, и решается вопрос, всё-таки человек был, проще говоря, в своём уме, когда делал это завещание, или он не осознавал значения своих действий и не понимал их, не руководил своими действиями. Вот таких дел очень, конечно, много. На самом деле, вот сегодня как раз вы сказали по поводу анонса, который в программе Натальи Медлиной мы делали, и она задала вопрос. А я всё время думаю над этим вопросом и понимаю, что на самом деле, если человек пропал 17 лет, здесь очень подробно надо разбираться в ситуации. Это к вопросу о том, что, с одной стороны, мы можем сказать некие общие моменты, а с другой стороны, каждая ситуация требует достаточно подробного, плотного разбирательства, потому что если до оспаривания сделки купли-продажи в той описанной схеме, которая произошла, то есть человек приобрёл квартиру недавно, а оказалось, что 17 лет назад там был безвестный отсутствующий, впоследствии он был, я так понимала, что даже не признан умершим, а вроде как найден, опознан, и как действительно умерший человек, а выяснилось, что это был не он и так далее. Вот он через 17 лет появился, а его квартиру продали, ему деваться некуда. С одной стороны, его можно понять, хотя где он 17 лет был, тоже надо разбираться. С другой стороны, если приватизации на тот момент ещё не было, и она произошла больше трёх лет назад, например, такой момент, как срок исковой давности, который составляет 3 года, и 3 года, в отличие от общего срока исковой давности, со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права, когда речь идёт об оспаривании сделок, это, кстати, очень важный момент, и сам факт наличия срока исковой давности, и то, что здесь некие специальные инструменты его регулирования и даты начала течения этого срока. Так вот, срок исковой давности в отношении применения последствий недействительности сделки, о чём очень часто как раз в жилищных спорах стоит вопрос, он начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки. То есть, если сделка произошла купли-продажи больше трёх лет назад, то восстановить срок здесь крайне проблематично становится. Да, если только человек докажет, что действительно последние полгода от этого срока он где-то находился, где совершенно никак не мог не поинтересоваться судьбой своего имущества, я же про родственников молчу вообще в такой ситуации. Да, мы не знаем, что конкретно с этим человеком было из-за описанного случая. Но, тем не менее, вот это вот всё подлежит очень внимательному рассмотрению, и вот срок исковой давности – это тот момент, в котором обязательно нужно в первую очередь подумать, когда вдруг возникает какой-то спор в суде, связанный со спариванием сделки, и, возможно, применять его по одной простой причине. Применение срока исковой давности может быть только по заявлению стороны в споре. Я напомню, что «Формула права» в прямом эфире. Мы обсуждаем жилищные вопросы. После новостей вернёмся. Итак, мы продолжаем программу «Формула права» в прямом эфире. Обсуждаем сегодня жилищные споры. В гостях у меня Александр Арутюнов, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, Арутюнов и партнёры, доктор юридических наук. И мы обсуждаем, собственно, для многих наболевшие вопросы. Тем не менее, вопрос очень разнообразный, хотя мы его и называем жилищные споры. У нас есть отдельный жилищный кодекс специально, который посвящён всему, что связано именно с жилищными правами. Вот такая намеренная тавтология. Но, тем не менее, вот эти вопросы, связанные с именно недвижимым имуществом жилого назначения, они возникают и из семейных каких-то споров. Это в том числе вопросы раздела имущества, совместно нажитого в браке. И из наследственных, как мы сегодня уже касались, споров и, в принципе, правоотношений. Лучше до споров вообще не допускать. Но если они имеются, то, конечно, они должны быть тоже разрешены правильным и справедливым образом. Всё, что касается и гражданского законодательства в плане сделок, которые тоже, кстати, как и завещание, можно при наличии оснований оспаривать. Есть также ряд вопросов, связанных с пользованием жилыми помещениями. Я напомню, телефон студии, так как мы работаем в прямом эфире, вы можете позвонить и рассказать свою ситуацию, задать вопрос. Итак, телефон 651099-6, код Москвы 495. И можно также ваш комментарий или ваш вопрос оставить на сайте финам.фм. А вот такое у меня за время, пока мы слушали новости, совершенно не связаны с новостями непосредственно, но тем не менее вопрос. А вот с подделками всяких документов часто приходилось по делам сталкиваться, в том числе пожилым? С фальсификацией доказательств, скажем так. Вы знаете, это как правило и происходит. Вот если оспаривается сделка, то очень часто та сторона, которая заявляет, оспаривает эту сделку и предъявляет соответствующий иск в суде, заявляет, что вот те, те, те или те документы, а следовательно доказательства, они были поддельными. Но в этом случае, как правило, назначается экспертиза, естественно. Сказать можно все, что угодно. Сказать можно все, что угодно. Назначается экспертиза и в зависимости от результатов экспертизы уже разрешается дело. Я, кстати, хочу нашим слушателям сказать, что экспертизы в этом плане бывают разные, в зависимости от того, в чем заключается подделка и важность для дела, соответственно. Конечно. То есть это могут быть и почерковические судебные экспертизы, которые просто должны ответить на вопрос, кем этим лицом или каким-то иным лицом была совершена, к примеру, подпись или надпись какая-то необходимая. Это могут быть экспертизы, так называемые химические, на самом деле, экспертизы, давность составления документов, сложный достаточно вид экспертизы, но, тем не менее, можно в ряде случаев определить, когда же был этот документ подписан. Иногда это тоже важное значение для дела имеет, если дата на нем стоит одна, а реально он составлен был специально под суд. Может быть, теми же самыми людьми, которые и подписали его, и подпись не вызывает сомнений, но сам по себе документ сомнений может вызывать и может быть на этом основании оспорен. Разные здесь могут быть моменты. Напомню, что, кстати, сделки с недвижимостью, они, естественно, переход, точнее, права собственности, в некоторых случаях сделки подлежит государственной регистрации. И, соответственно, просто, конечно, написать договор купли-продажи под суд практически невозможно в редких ситуациях. Я даже не буду их сейчас озвучивать. Это, наверное, было бы неправильно. Но редко. А вот, допустим, расписки или какие-то документы, которые не передаются регистратору для произведения этого регистратора. Регистрации, соответственно, они могут быть действительно сфальсифицированы. И очень ряд сложных вопросов, которые действительно, как правило, только эксперты могут разрешить, возникают уже в судебном порядке. Напомню, что мы обсуждаем сегодня жилищные споры, формула права в прямом эфире, телефон прямого эфира 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Я знаю, что у нас есть звонки. Давайте выслушаем их, Александр. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Извините, пожалуйста, меня зовут Гузель Саэровна. Какой у вас вопрос или комментарий? Слушаем вас внимательно. Вы знаете, там, в общем-то, очень длинный вопрос, но я постараюсь коротко. Я имею льготы для получения жилья, в общем-то, в этом департаменте жилищной политики. Но эту льготу мою как бы не признают, потому что они... Вас на очередь не ставят? Нет, уже поставили после обращения его в администрацию президента Российской Федерации. Мне дали ответ из прокуратуры Южного округа, что я имею право на первоочередное получение жилья. А меня поставили на общих основаниях. Вот я могу... В суд обратиться, да? Ну, в суд я бы не хотела, потому что слишком много, в общем-то, нервов уйдет, а мне это по здоровью не очень желательно. Я могу вот на что-то рассчитывать, могу я вот... То есть как бороться внесудебными способами желательно, но если уж не внесудебно, тогда как в суде. Да, правильно я ваш вопрос в целом понимаю? Ну да, вот. Что скажете, Александр? Вы знаете, Гюзель, вам, наверное, все-таки придется обращаться в суд. Я понимаю, что это долго и, может быть, вам по каким-то причинам не хочется этого делать. Но мне пришла мысль, вы ведь можете, в принципе, решить этот вопрос через своего представителя, заключить соглашение, допустим, с адвокатом, и он будет представлять ваши интересы, в том числе и в судебных органах. Я просто боюсь, что вам в любом случае придется обращаться в суд и обжаловать вот это решение о постановке вас не на льготную очередь, а на общую очередь. Я просто думаю, что, возможно, вам так и так придется обращаться в суд. Но, повторяю еще раз, вы можете просто-напросто взять представителя и даже вообще не ходить в суд. И ваши интересы будет представлять ваш представитель, адвокат или юрист. Я бы еще такой момент хотела добавить. Это не только для нашей слушательницы, которая задала нам этот вопрос, но, в принципе, наверное, для всех слушателей. Достаточно часто я сталкиваюсь лично по своей работе, от своих клиентов, что они, в общем, по ряду причин не хотят обращаться в суд, в том числе какие-то есть, какой-то страх перед тем, что это долго или перед тем, что это дорого и масса других моментов. Вот по-хорошему можно продолжать писать жалобы. У нас же вот такая слушательница, она таким образом и добилась, я так понимаю, первоначально хоть на какую-то очередь постановку, ее вообще не ставили на очередь. Уже поставили на очередь, она это делала с жалобами, в том числе и в прокуратуру. Точно таким же путем можно попробовать пойти и с целью постановки на ту очередь, которая полагается человеку по закону. Но иногда это бывает дольше, чем сходить в суд и при наличии, естественно, законной позиции и полностью оснований. Да, мы сейчас не успели об этом расспросить, но тем не менее. Чем в судебных органах решить этот вопрос? Иногда вообще не получается путем жалоб, обращений в администрацию, даже президент. Это хороший способ, но далеко не всегда он влечет прям, это не панацея от решения таких правовых вопросов. Да, желательные правовые последствия не всегда влечет. Поэтому здесь, конечно, можно пойти двумя путями. Можно пойти тем же самым путем жалоб, обращений и в администрацию президента, как сейчас слушательница наша описала, и обращение в прокуратуру. Но тем не менее, я бы, наверное, может быть, потому что мы являемся профессионалами в плане именно судебной работы, посоветовала бы в суде. Потому что если есть основания для постановки на льготную очередь, первоочередное получение жилья, в данной ситуации нужно этих оснований добиваться. И мне кажется, что в судебном порядке это было бы проще. Напомню нашим слушателям, обсуждаем сегодня жилищные споры. Телефон студии 651099,6. Можно также написать на сайте Финам.фм, задать вопрос. Мы с Александром Арутюновым сегодня обсуждаем эту тему. У нас есть, насколько я знаю, еще один звонок от Андрея. Андрей, здравствуйте. Алло, добрый день. Постараюсь покороче. Слышно меня, да? Да, вас слышно. И мы слушаем ваш вопрос или комментарий. Что вы хотите сказать? Есть трехкомнатная квартира, в которой прописаны две сестры. Квартира от родителей осталась. И одна сестра хочет приватизировать, вторая на ответ отказывается. Муниципальное сейчас жилье. А 1 марта 2013 года уже на носу, да? Да, да, да. Как решить этот вопрос, наверное, хотите спросить, Андрей? Затрудняюсь даже вот так вот одним словом ответить. Александр. Вообще, конечно, нужно сказать, вы правильно заметили, что у нас неумолимо приближается 1 марта. Осталось буквально три месяца. Я думаю, что надо нашим слушателям напомнить, что с 1 марта бесплатная приватизация, к которой мы уже привыкли за многие-многие годы, она прекращается. И пока что она не продлена. И я думаю, что, наверное, и не будет. И уже, наверное, не будет. Поэтому, конечно, конечно, нужно торопиться, если есть такое желание. С другой стороны, вот два человека зарегистрированы, ну, прописаны, пользуясь словами Андрея, в этой квартире. Одна хочет приватизировать, другая не хочет. Я просто-напросто боюсь, что им нужно все-таки прийти к какому-то согласию. А другого варианта, если одна из сестер не хочет приватизации, то ее ведь заставить нельзя. Дело в том, что у нас закон вообще предусматривает именно по согласию всех совершеннолетних, проживающих в этой квартире. Если там двое взрослых людей, две сестры проживают, квартира не приватизирована. Естественно, мы говорим о проживании, но на самом деле юридически нас интересует регистрация по месту жительства. Сколько там совершеннолетних людей зарегистрированы, столько людей должны обратиться с заявлением о приватизации. Если эти люди, как правильно вы, Александр, говорите, не придут к такому согласию, и один человек останется возражать, с точки зрения закона на сегодняшний день я не знаю способа, как приватизировать эту квартиру. То есть, фактически, я могла бы ответить, что ее никак невозможно приватизировать. Либо только договориться со второй сестрой, либо пойти, может быть, сложным путем, потому что здесь есть некие более общие такие правовые вопросы. С одной стороны, мы не можем заставить одну сестру приватизировать, но с другой стороны, уршается право другой на приватизацию. Еще мы у нашего слушателя не спросили, а есть один для наших слушателей важный момент. Если человек, зарегистрированный по месту жительства в квартире, уже когда-то использовал свое право на приватизацию, то его не нужно спрашивать тогда согласие на приватизацию или отказ от приватизации. Вообще, ему такие вопросы по ныне действующему законодательству не задаются. И в данной ситуации единственный случай, при котором первая сестра, условно назовем ее первой, может приватизировать только тогда, когда вторая сестра возражающая, оказывается, что она уже участвовала в приватизации, и ее тогда не нужно ни о чем спрашивать. Формула права в эфире. Слушаем новости, возвращаемся к обсуждению жилищных вопросов. Все, что связано с жильем, жилищные споры обсуждаем сегодня. Напомню, телефон студии, мы находимся в прямом эфире, можно позвонить и пообщаться с нами. Также можно ваш комментарий или ваш вопрос написать на сайте финам.фм. С Александром Арутюновым, адвокатом Московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнером, мы обсуждаем сегодня вопрос, все, что связано с жильем, собственно говоря. И мы уже озвучивали, что, с одной стороны, у нас жилищные правоотношения, они вроде бы как описаны в специальном кодексе, который так и называется, жилищные. Но, с другой стороны, вопросы возникают и затрагивают непосредственно жилье из самых разных областей права. Это и семейное право, вот я приводила пример раздел совместного наше имущество, наследственное законодательство, это и все, что связано со сделками, например, это и право пользования, право пользования тут уже больше действительно непосредственно жилищный кодекс затрагивается. Я бы хотела сказать такой момент. Мы, кстати, говорили об этом в самом начале программы, очень часто задается вопрос, а как перевести, это я так вот формулировка клиентов обобщенно использую, как перевести квартиру или дом или комнату, любое жилое имущество на другого человека. Все слышали о разных вариантах, это купли-продажи, это завещание, это дарение, это, собственно говоря, еще и рента у нас есть. То есть, да, причем рента правильное название, которое именно вот жилищных правотношений касается, это наговор пожизненного содержания суждивением. Мы условно называем его рента, но тем не менее это пожизненное содержание суждивением. Вот как вы на этот вопрос отвечаете, что советуете вашим клиентам, Александр? Вы знаете, все зависит от конкретной ситуации. Но нужно понимать четко, что если человек каким-то образом производит отчуждение жилья, допустим, продает или, допустим, дарит, то понятно, что он перестает быть собственником этого жилья. Ну, можно завещание, тогда он... А вот если завещание, то тогда, да, он остается собственником, и лишь после его смерти уже будут разбираться с тем, кому же это жилье должно принадлежать. И каждый раз человеку в той или иной ситуации нужно просто-напросто решить, каким образом ему поступить. Все это зависит от воли изъявления собственника жилого помещения. Вот мы сегодня обсуждали вопрос по поводу признания сделок недействительных, сделок с жильем, да, и, собственно говоря, например, если человек решил подарить или совершить сделку купли-продажи, иногда эта сделка фиктивна, по большому счету, это сложно доказать, но заключается фиктивно, а на самом деле деньги никто никому не передает, но вроде как купли-продажи совершили. Вот в данной ситуации нужно, продолжая ваши слова, нужно четко понимать, что для того, чтобы вернуть это вспять и сказать, я передумал, я больше не хочу вернуть мне обратную квартиру, для этого нужны серьезные основания, чтобы эта сделка была признана недействительной, или чтобы она была расторгнута, не просто так, одной воли недостаточно. Конечно, должны быть правовые основания для признания этой сделки недействительной. И это все не так просто на самом деле. Ну, то есть нужно доказать, что либо сделка не соответствует закону, либо нужно доказать, что человек, когда заключал эту сделку, действовал в каких-то обстоятельствах, которые закону противоречат, скажем так, либо его принуждали к этому, очень сложно доказывать, потому что если человек заключал сделку, допустим, условно подписал эту сделку и совершил какие-то необходимые действия, подул он пистолета, но при этом уже все это дело закончилось, он уже передал эту квартиру, а потом 2-3 месяца, год, полгода он не обращался в милицию, в полицию, сейчас название правильно будем использовать. И, соответственно, ну как ему скажут, ну что же вы тогда по отношению к вам преступления совершали, а вы не обратились. И так далее. Тут еще вопрос доказывания, как суд убедить в наличии этих оснований, но к чему я это говорила? Если мы говорим о завещании, его же можно в любой момент отменить, изменить. То есть, в принципе, в отличие от сделок, с завещанием можно в любой момент передумать. Вот то, о чем мы говорим. Можно написать новое завещание, можно все завещания отменить и сказать, вообще не хочу никаких завещаний, как по закону, пусть так и будет. И масса моментов, поэтому действительно нет какой-то панацеи или нет какого-то общего ответа, связанного с тем, а как же передать, особенно про близких родственников такой вопрос дают, как же передать близким родственникам какое-то жилье, право собственности на него, сейчас это сделать, сделать потом, а если сейчас, то по какому договору, в первую очередь нужно понимать, что если сейчас, то вы перестанете быть собственником. Мне, кстати, доводилось слышать такие, вы сказали, ну как же мы там с нашей семьей, или я со своим мужем, или со своей женой на эту квартиру всю жизнь работали, а сейчас вы говорите, что я не, как так, я не собственник. Здесь очень важный момент понимания, что право собственности и право пользования, кстати, между собой в некоторых случаях связаны, а в некоторых нет. У нас есть звонок в студии, напомню, телефон прямого эфира 65 10 99 и 6, код Москвы 495, к нам дозвонился Алексей, слушаем. Алексей, здравствуйте. Алло. Алло, день добрый. Да, вы в прямом эфире, слушаем вас. Да, хочу рассказать свою историю, столкнулся с наследством, как бы, да, земельного участка и там дома. Частями вступал в наследство, соответственно, на дом с небольшим, там, 15-го доземельным участком, а потом выяснилось, что у меня в наследстве есть мирная доля, байк, бывшего совхоза, да, как бы баба. Ой, больной вопрос вас задает, хоть не совсем жилищный, но больной. Год сужусь, и причем, очень интересно, против меня выступила, как бы, в телеадминистрация, причем Ногинского района, как бы, район, хочу сказать, не компенсирует судей, ничего не помогает. Московский областной суд в данный момент, я вот прям подъезжаю к нему, и вашу передачу слушаю. Год сужусь, правда нету, правда в том, что есть свидетельство, есть приказ директора о выделении выхода из совхоза, да. Первое решение инстанции положительное в пользу наследства, как бы, да, чтобы признать, выделить этот участок в том месте, где его выделили. Через два месяца появляется комитет по имуществу, грубо говоря, в нашу регистрационную палату, и оспаривает мое вступление в наследство, вплоть до первой инстанции. Оспаривает на таком уровне, что мы этот участок посадили не в то место, это земля администрации, что они разрабатывали этот участок под выделением многодетным семьям, да, как бы быстренько восстановление земли. Это сразу социальные программы тут у нас еще появились, да? Да, 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 потому что земли все распродали, а многодетным нету. Он подбирает, семей много, да, и получается затяжное дело. Самая главная процедура то, что суди некомпетентны настолько, что принимают решение в открытую, говорят, мы не знаем, да, мы с этим первый раз сталкиваемся, сталкиваемся, это Ногинский суд. После был суд, принял положительное решение в пользу меня, потом снова подали, пересмотрели, администрации влезло, ну, не по саркокому закону, да, как бы в главе точнее, а влезло через апелляционную жалобу, хотя уже с Нового года, да, они, по идее, как-то, что оно должно подавать. И суди, как ни в чем не бывало, ошибки, да не смотрят на это даже, что ни то дело, ни тем лицом заявлено, что интересы даже, которые нарушались мной, как бы, точнее, я ущемил права администрации, никто ни разу в ручках, понимаете? И все принимают решение, вот у меня уже не знаю, какое заседание по счету. А сколько у вас это дело длится, Алексей? Год, год. То есть вместе с возвратом на первую инстанцию и вот продолжением сейчас уже в областном суде? Да, да, год длится, в чем, правда, я не то что не вижу. Я начал процедуру, сейчас расскажу какую. Начал писать жалобы во все инстанции, вплоть до правительства Московской области, ответили, что, да, вашу как бы рассмотрят ситуацию, после чего был звонок из УБЭПа, и начались тягания, что вы понимаете, у вас поделены документы, я говорю, что поделены документы, свидетельства, что человек в реестре есть дольщиков футболистового зала, знаете, вот до смешного, я говорю, вы мне повестку пришлите, я говорю, я к вам приду. Я говорю, тогда мы с вами официально. Ну, то есть с неожиданной стороны реакция у вас пошла. Главное, за два часа до последнего суда, такая вот, под конем у администрации. Алексей, а последнее решение в вашу пользу, Алексей? Первое решение было в мою пользу, первой инстанции. Прошел месяц, потом мне дают, как бы, уведомление о том, что я нарушил права, это регистрационная палата дает, что они арестировать меня не будут, что у меня участок сидит в черте населенного пункта. Как он может сидеть в черте населенного пункта? Есть у меня заключение госземконтроля, что у меня он сидит в черте земель бывшего совхоза, когда есть план распределения подсчитанных глав. Смотрите, Алексей, Алексей, я просто хочу сказать, что, конечно, мы, находясь дистанционно от вас, не сможем сейчас настолько подробно, да, мы не видели ни одного документа и так далее. Вот из тех вопросов, которые вы поднимаете, во-первых, один момент, пока не связанный с вашим делом, хотя мы немножко говорим, ну, в любом случае, земля очень часто связана с жильем, потому что на земле жилье строится. Но изначально я хотела бы сказать, что действительно любые споры связаны, и неважно из какой области оснований для этих споров возникли, из семейного права, наследственного, из сделок, из чего-то еще, любые споры всегда задерживают возможность людей, иногда блокируют возможность людей распоряжаться своим имуществом, потому что, как правило, земельные участки или жилищные, раз мы говорим сегодня о жилье, объекты, они очень часто, особенно если спор о праве собственности возникает, очень часто подвергаются, ну, не совсем аресту, да, это называется запрет на отчуждение, но тем не менее обеспечительным мерам, которые человеком... Обеспечительную меру мне сделали, мне наложили арест, причем в положительном решении суда, когда я пришел, да, снимать арест, я говорю, почему мне наложили арест, у меня положительное решение, мне знаете, на что судья, меня дают администрацию, мы не будем рассматривать ваше заявление сегодня, мы будем смотреть о упущенных сроках администрации. Знаете, вот это меня факт вообще больше всего поразил. И вот этого момента... Второй момент, кстати, Алексей, который тоже вы подняли, и тоже не связанный пока с вашим вопросом, хотя на ваш вопрос предметно мы, конечно, без документов в любом случае прямо уж подробно не сможем ответить. Единственное, сразу хочу пожелать вам удачи в областном суде, чтобы вы смогли отстоять ваши законные права. Что касается второго вопроса, это суд с государством. Очень часто и жилищные споры возникают в области, когда не люди между собой друг с другом судятся, а когда возникают споры, связанные с той или иной формой участия государства. В частности, в моей практике был спор, когда люди проживали в ветхом жилье. Это ветхое жилье, согласно постановлению правительства Москвы, должно было быть снесено, сейчас на память не помню, допустим, 7 лет назад, или 8, или 6. То есть там сроки такие уже, не полгода, не год, а достаточно приличные. Все это время люди писали какие-то документы, бумаги и прочее. Жилье им не предоставляли, их не расселяли, для того, чтобы, например, в весной и осенью, когда мокрая погода, войти в подъезд, они клали два матраса, чтобы не по колено в воде быть, входя в подъезд, а, собственно, чтобы можно было пройти, банально. У кого-то падали буквально куски потолка в ванной, это в прямом смысле слова, не в переносном. Жилье не признавали при этом аварийным, то есть вот такие вот как бы жуткие вещи на слух, но тем не менее судиться с государством достаточно тяжело оказалось, и в этой ситуации тоже оказалось тяжело. Я боюсь, Алексей, что у вас та же самая ситуация, судиться с государством всегда сложно. Пока, я не знаю, доказывает, что масло масляное, да, и, ну, очень много нюансов, моментов. А по поводу ветхого жилья, вот такая же ситуация у нас в городе есть. Стоит дом, не знаю, в постройке, наверное, довоенное, еще двухэтажное здание, но там просто ужас, жить невозможно. Люди писали, НТВ приезжали, ветки фон, носить никто не сносит, и ремонт никакого, судолженного вообще не делает. Но, к сожалению, неизвестный вопрос. Алексей, спасибо вам большое за звонок, за, как бы, за вашу историю. Действительно, вот, желаем, я думаю, Александр ко мне обязательно присоединится. Желаем вам удачи в суде, и чтобы закон победил, как мы всегда надеемся, потому что и в суд мы за этим обращаемся. Что хочу сказать, кстати, раз уж мы затронули тему паёв в бывших колхозах, совхозах, это такая правовая штука, я даже не знаю, как сказать, не юридическими терминами сейчас выражаюсь, которая действительно мало урегулирована законодательно, очень мало урегулирована, а та система регулировки, те правовые нормы, которые, в принципе, имеют место быть, очень сложно составляют конструкцию, которые одинаково, мне кажется, даже в судах под них и тем же спором, под ним и тем же спором не всегда одинаково решаются, потому что в итоге мы получаем большие куски земли, огромные куски, в которых есть большое количество вот этих бывших совхозников и колхозников наделёнными паями. И для того, чтобы из этого огромного куска земли, там может где-то быть овраг, где-то замечательное там сухое поле, где-то может быть дерево какое-нибудь, деревья или ещё что-то, каждый хочет себе кусочек получше на солнце или посимпатичнее, уж по-разному. А с точки зрения закона всем нужно договориться, и всем нужно договориться до того, чтобы было полное согласие между вот этими, по сути, со собственниками, о том, кому и что они в натуре будут выделять. То есть уже на местности, чтобы человек мог прийти и не просто на поле указать огромное и сказать, здесь где-то мой пай, всё моё и всё ничьё. Но мог бы прийти на конкретный участок земли и ткнуть в эту землю и сказать, вот это конкретно земля, вот в этих конкретных границах моя. Это само по себе процедура достаточно сложная, но когда вмешиваются государственные органы, тут уже и судиться представляется тяжело. Напомню, жилищные споры обсуждаем. А сейчас выслушаем новости и продолжим нашу беседу. Итак, мы обсуждаем жилищные споры. В прямом эфире находится формула права. По телефону нам можно позвонить 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Оставить также можно комментарий или вопрос на сайте финам.фм. И я напомню, что в гостях у меня сегодня Александр Арутюнов, адвокат московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнёры, доктор юридических наук. Хотела тему продолжить по поводу права собственности, и как передать, и как, соответственно, рента, завещание, сделки и так далее. Но вот вижу, что у нас ещё есть звоночек в студии. Давайте послушаем, Александр. Алло. Алло. Слушаем вас, Алексей. Здравствуйте. Это Алексей Павлович, Москва. Я хотел поделиться некоторым соображением, как отставной чиновник, занимавшийся жилищной политикой, по поводу тематики сегодняшней беседы. Из моей чиновной практики следует, что в основном досудебное или внесудебное, точнее, разбирательство путём вмешательства органов прокуратуры, оно достаточно эффективно при решении таких чисто жилищно-правовых отношений. Ну от каких, например? Постановка на учёт, незаконный отказ, предоставление жилья в соцнайм. Во всех остальных случаях это довольно сложно раскачать прокуратуру. Просто из опыта, всё, что я имел положительное в своей практике по улучшению жилищных условий граждан, именно слой через прокуратуру. Всё остальное, наверное, наши как раз гражданские жилищные отношения, они, естественно, конечно, идут через тут. И вот чтобы обезопасить, ну опять же, это мой личный опыт. Я, например, советовал гражданам, разбирая их обращение, при заключении договоров пожизненного содержания и сожделения, наверное, специально, наверное, имеет смысл оговаривать вопрос сохранения права пользования этим жилым помещением, чтобы люди, особенно имеющие единственное жильё, не оказались, как Вы совершенно верно отметили, на улице. Вот. То же самое, наверное, можно и к договору дарения. А вот что касается завещаний, тоже это уже из своего личного опыта. Чтобы дело о спаривании не зашло в тупик, то есть, кстати, всякие скользкие моменты у нас бывают по жизни, Вы сами с этим сталкиваетесь, да? Я, например, сторонник рукописного экземпляра. Завещание, которое... Чтобы уж экспертиза, так экспертиза. Да-да-да-да-да-да. Именно сам на собственном опыте убедил нотарию, что всё это, кроме моей, извините, почеркушки, всё остальное отпечатано компьютерным способом, потом создаст трудности для тех, кто вдруг начнёт оспаривать этот документ. Вот такие вот мои соображения. Алексей, спасибо огромное. Я так понимаю, что, возвращаясь к звонку, который у нас сегодня был в эфире, слушательница звонила и говорила о том, что она сначала не могла, её не ставили на очередь. Она имеет право на первоочередное получение жилья, соответственно, на очередь её через прокуратуру, в итоге, как вы как раз ей сейчас рассказываете нам, да, Алексей, поставили, но, тем не менее, она не может добиться, чтобы её поставили на ту самую льготную очередь, на которую она имеет право. Вот в данной ситуации, правильно я понимаю, а я вижу, что у нас звонок всё-таки рассоединился, но если я правильно понимаю, то Алексей по практике тоже советует и этот вопрос всё равно стараться разрешить и говорит, что это, по крайней мере, возможно. У нас слушательница очень не хотела по своим субъективным причинам и состоянию здоровья обращаться в суд, сказал, что для неё это просто затруднительно. Он предлагает и говорит, что это может быть действенным достаточно способом, вот такой способ разрешения вопроса. Я думаю, что наши слушатели, кого такой вопрос касается, это услышали. Спасибо огромное. Ещё такой вот момент хотела обсудить, связанный, опять же, с правом собственности, связанный с разделом имущества, вообще с основаниями приобретения права собственности на жильё, хотя, наверное, это касается, может быть, не только жилья, когда оказывается у нас квартира, дом, земля в совместной собственности, ну, как правило, долевой. Вот здесь нередко возникают большие проблемы, и они, эти проблемы связаны не столько с самим фактом, по закону, пожалуйста, получилось свидетельство, зайдёт, у тебя написан другой собственник, в общем, никаких препятствий законодательных к этому нет. Когда идёт делёж наследства, очень часто доли возникают, когда идёт раздел совместно нажитого имущества, очень часто доли возникают. Когда приватизация, опять же, и несколько прописанных зарегистрированных людей, тоже возникают доли. То есть масса причин и оснований, по которым могут возникнуть доли. Но в дальнейшем, вот когда уже есть у нас люди, в долях владеющие непосредственно жилым имуществом, да и не только жилым, потому что это, мне кажется, касается всего, вплоть до юридических лиц и их учредителей, которые тоже в долях, в уставном капитале им владеют, необходимо любое вообще решение, которое связано с этим жильём, раз уж мы о жилье говорим сегодня, должно быть принято по согласию всех сособственников. Хорошо, если у них это согласие имеет место быть, а если они находятся в конфликтных отношениях, если они с боем делили своё имущество, неважно, в каком наследственном порядке или в семейном порядке, и иногда люди исходят даже не из того, что было бы выгоднее или правильнее, каким образом поступить с имуществом, а как другому насолить посильнее. Совершенно верно. Часто, кстати, такие моменты были у вас, вот, Александр? Часто, часто, и даже сейчас у меня, кстати говоря, есть дело, когда делится, реально делится, особняк на Рублёвском шоссе, муж с женой, бывший уже муж с женой, просто находится в контрах, что называется, идёт речь о разделе этого дома, у моего клиента просто-напросто пухнет голова, он не знает, как эти коммуникации разделить, как оборудовать отдельный вход, ведь нужно реально разделить этот дом, стоит вопрос об этом. Это очень сложная проблема, она будет тянуться годами, там обязательно назначение экспертиз, нескольких, и по земельному участку, и по самому дому. Потом, кто будет нести эти расходы? Понятно, что они лягут, конечно, на двоих, на них, на мужа и на жену, на бывших мужа и жену, но мой клиент говорит, что жена, бывшая жена, категорически отказывается производить какие-то вложения денежные, она не хочет этого делать. Понятно, что если дело будет выиграно, иск будет удовлетворён, там с неё эти деньги будут взысканы в одной-второй части, да, все эти расходы, но сейчас она категорически против этого, чинит препятствия, и просто-напросто люди враги, хотя у них трое детей хороших, он дал всем образование, вернее, они дали детям образование, в общем, всё хорошо, приличная весьма семья, но сейчас люди просто-напросто враги. И я хотел бы вернуться, Анастасия, ещё вот к звонку Алексея Павловича и добавить, ну и, собственно говоря, к звонку нашей первой радиослушательницы. Дело в том, что жилищные права-то можно защищать в административном порядке, а можно в судебном. Но вообще сама по себе защита прав жилищных в административном порядке, она не ставит препятствий для защиты этих же прав. Да, в судебном порядке надо иметь в виду. И я бы ещё хотел поблагодарить Алексея Павловича за его ценные действительно рассуждения по поводу того, чтобы в договоре пожизненного содержания неплохо бы оговаривать право пользования вот этого получателя ренты на пользование этим жилым помещением. Вот здесь бы, кстати, между прочим, Александр, я бы поспорила по одной простой причине, потому что в этом договоре изначально по его конструкции, по ГК, тот, кто отдаёт, мы говорим ренты, на самом деле вот это правильное название, пожизненное содержание сожждивением, отдаёт право собственности на своё жильё взамен на определённую ренту либо в денежной форме, либо в натуральной форме, то есть в виде содержания, он по закону имеет право пользования пожизненного. Совершенно верно. Этот человек остаётся в этом жилом помещении, но я думаю, неплохо будет, если это дополнительно будет оговорено, специально, вернее, оговорено. Это раз, и вот возвращаясь к рукописному тексту завещания, я хочу сказать, что я, наверное, уже лет 15-20 рукописных текстов завещаний не видел. Я тоже, кстати. И просто-напросто нотариус, ну, скорее всего, откажет. Никто не будет с этим связываться. Потом надо понимать, что завещания-то пишут как раз люди уже в возрасте, пожилые. Как правило, там проблемы с созрением. Но это же неправильно, Александр. Это неправильно, но это неправильно, но я вам говорю, вот 10-15 лет уже завещаний рукописных я не видел. Ну, смотрите, кстати, по поводу рукописного текста, не просто так в любом документе, который мы оформляем у нотариуса, мы не просто ставим свой вензель и свободно, и нам нотариус удостоверил. Мы пишем полностью фамилию, имя, отчество. Совершенно верно. И пишется это именно, ну, по крайней мере, одна из целей, не могу за нотариуса говорить, но одна из целей заключается в том, чтобы был определенный текст, по которому можно провести экспертизу в будущем. Да, в будущем, если возникнут вопросы. Если возникнут вопросы. Потому что одной из обязанностей нотариуса является установить личность обратившегося к нему человека, второй обязанностью проверить его дееспособность, самый спорный, на мой взгляд, момент. Но в любом случае он должен установить личность. А мы сталкиваемся с, в том числе, вот у меня недавно было дело, при котором при, по сути, похищении квартиры, заключении гражданскоправовых сделок, был использован поддельный паспорт. И паспорт был такого высокого качества, не только нотариус не определил его подделку, но и потом все дружно ходили к участковому, там в органы полиции и прочее. И, собственно говоря, там тоже не смогли определить эту подделку. На глаз я имею в виду. Понятно, что потом это было установлено, но на глаз это достаточно проблематично. Как всегда, мы приходим к тому, на самом деле, что время у нас неумолимо просто, неумолимо подходит к окончанию нашей программы на сегодняшний день. Поэтому все же личные споры, но это было бы наивно полагать, что мы все сможем обсудить. Я думаю, что когда-то мы будем обязательно возвращаться к этой теме. Для наших слушателей хочу сказать, что программа «Формула права» выходит в прямом эфире каждый четверг с 11 до 12 часов. И в следующий четверг, так как у нас уже близится Новый год, у нас будет итоговая программа. В следующий четверг тоже с 11 до 12. В прямом эфире мы поговорим о насущных вопросах юридических, которые нас ожидают в следующем 2013 году. Ну а на сегодня наша программа уже заканчивается. У меня в гостях был гость Александр Арутюнов, адвокат Московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнер, доктор юридических наук. «Формула права» была в эфире. С вами была я, Анастасия Брайчева. Слушайте нас каждый четверг. Спасибо.